Лекция по Шимадбхагаватам, вторая песнь, первая глава, текст пятый, прочитана Его Божественной Милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 8 ноября 1973 года в Дели, Индия. Перевод «О, потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Верховном Господе, помнить о Нем и прославлять Его, сверхдушу и властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий». «Ичхата Абхаям» Шукадевага Свами дает Махараджи Парикшату наставление о том, что необходимо делать в момент смерти. Мы уже говорили об этом. Мы должны понимать ответственность за нашу следующую жизнь. Например, ребенку дают образование для будущей жизни, когда он станет молодым, получит высшее образование, его примут на работу. Он получает высшее образование для того, чтобы у него было лучшее будущее. Это естественно. Все ожидают будущих планов. Аналогично, каждый из нас меняет свое тело точно так же, как ребенок меняет свое тело с младенческого на детское, на юношеское, затем на тело старика. Точно так же после старости наступает следующая ступень – это смерть. Что же будет после смерти? Об этом люди не знают. И у нас есть практический опыт, хотя я меняю тело. Я был ребенком, мальчиком, я был молодым человеком, теперь я старик. Было прошлое, будет будущее. Точно так же на этом этапе. Я помню свою прошлую жизнь, я могу помнить, вы можете помнить. Я был ребенком, мальчиком, молодым человеком, я делал так-то. Я все помню, даже если я забываю. у меня была прошлая жизнь, и сейчас я ожидаю будущую жизнь. Итак, прошлое, настоящее и будущее. Почему будущее должно быть ничем? У нас есть опыт прошлого, настоящего и будущего. Почему сейчас, в старости, я должен быть лишен планов на будущее? Почему моя жизнь должна быть наполнена пустотой, и я должен думать, что жизни после смерти нет? Это глупо. Мы не готовимся. Те, кто не готовится к следующей жизни, они заняты обсуждением разных тем. они наполнили жизнь материальными наслаждениями, и поэтому у них появилось множество тем для слушания, шрота в ядине, разные новости в газетах, в журналах, книги, фантастика. Просто тратят время зря. Они не обсуждают произведения, которые сообщают им о будущей жизни. Никакая из этих книг не говорит об этом. Например, литература современного мира. В ней не обсуждается будущая жизнь. Но будущая жизнь существует, вы не можете это отрицать. Будущая жизнь есть, но об этом никто не говорит. Поэтому эти мошенники называются опашьи-там-атма-таттвам. Они не видят своего будущего. Они не верят в будущее. Именитые профессора, политики, не верят, что есть жизнь после смерти. Почему нет жизни после смерти? Мы на собственном опыте убеждаемся, что жизнь происходит из жизни. Например, ребенок что-то делает в настоящий момент. Но когда он получит, когда эта девочка получит другое тело и станет молодой женщиной, она уже не будет предаваться ребяческим утехам. Итак, в зависимости от тела мы совершаем определенную деятельность. Если маленький ребенок лопочит что-нибудь глупое, никто не обращает на это внимания. Но если тот же ребенок, получив другое тело, начнет нести какую-нибудь глупость, и он это зовут дурачком, потому что тело уже поменялось. Итак, смена тела это факт. Но апашчатам атма таттвам тот, кто не знает, что душа вечна, а я меняю тела, слепцы, апашчатам атма таттвам, они отождествляют себя с телом. Они заключены в темницу этого тела. Они заняты какой-то деятельностью в обществе, национализмом, религией, разными идеями, философией. Но никто не обсуждает природу души, апашчатам атма таттвам. Итак, для этих глупцов, тех, кто не видит истинного изначального положения души, и будущего души, для них существует множество тем, бесконечное количество. Шротовья сагасрани, сотни и тысячи. Мы обсудили эту шлоку. Итак, какова же тема их разговора? по ночам они спят или занимаются сексом, а днем они проводят свое время в поисках денег. если им удается добыть денег, они хотят купить что-то на них для ребенка, для жены, для брата. Кутумба бхарани нава. Купить то, достать молока, достать риса. Так мы прожигаем свое время. Хотя человеческая форма жизни предназначена для постижения брахмана, адхату брахмаджигаса, они забыли об этом. Забыли. Поэтому Шокодева Госвами напоминает что, конечно, в конце жизни, в момент смерти, человек должен это делать, но не только в конце жизни. Он должен практиковать это с самого начала жизни, как говорит Прохлад Махарадж. Это наставление дает Шокодева Госвами. Это бхагавата дхарма. Бхагавата дхарма. Все, что связано с верховной личностью Бога. Дхарма значит бхагавата дхарма. В противном случае это не дхарма. дхарма это постижение Бога, наших отношений с Богом и деятельности в этих отношениях. Это дхарма. Самбанда Прайоджина, Самбанда Абидея Прайоджина, Читани Махапрабху, предписывал именно это. И вся ведическая цивилизация основана на этом принципе. Вы должны знать свои отношения с Богом. Не важно кто вы, индус, мусульманин, христианин или буддист. У цивилизованного человека должен быть путь религии. Это есть по всему миру, но люди отказываются сейчас от этого. Мы отказываемся, все отказываются, поэтому дхарма. 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 Пашуби. Самана. Когда мы забываем религиозные принципы. Религиозный принцип это подчинение законам Бога. Это религия. Но мы не знаем кто такой любовь и каков его наказ. Мы забываем об этом. как настоящий момент это цивилизация кошек и собак, а не людей, потому что люди забыли о дхарме. Но шастра говорит, что человеческая жизнь предназначена для постижения Бога. Ни для чего другого. Все остальное уже устроено в нашей жизни. Вы озабочены проблемами еды, сна, секса. Но проблемы такой нет. В отношении еды все устроено. даже птицы и пчелы не сомневаются в том, что они добудут пищу. У них нет никаких офисов, у них нет адвокатов, инженеров, политиков, помогающих им зарабатывать на хлеб. Но они получают свой хлеб. птицы и звери. Не в этом наша истинная проблема. Наша истинная проблема в том, чтобы постичь Бога. И какое благо мы получим, если постигнем Бога? Мы решим проблему нашего рождения, смерти, старости и болезни. Наши истинные проблемы. Сейчас мы вертимся в круговороте рождения, смерти, старости и болезни. Эти проблемы можно решить, просто познав Бога. Это решение. Об этом сказано в Бхагавадгите. Это решение. Джанма карма медивием. Кришна, Бог говорит, если ты попытаешься постичь меня, мое положение, причины моего прихода, моих деяний, об этом сказано здесь. Шротовья, ты должен понять, как слушая. Бог наделил вас ушами. Если вы просто будете слушать, просто слушать, не нужно даже образование получать. Не подумайте, что необразованный, неграмотный человек не постигнет Бога. Он поймет, потому что у него есть уши. Вишну, Господь, Верховная Личность Бога, слушайте о Нем. Поэтому мы открываем столько филиалов, чтобы предоставить людям возможность слушать. Если вы слушаете в совершенстве, то следующим шагом вы будете прославлять Господа. Например, это европейско-американская молодежь. Сначала они слушали, сейчас они проповедуют. Поскольку они в совершенстве слушали, поэтому сейчас они исполнены энтузиазмом, они путешествуют по всему миру, проповедуют. Итак, Шротовья, Киртитавьяшча. Если человек действительно слушал, если он узнал о Боге, то на следующем этапе он будет гореть энтузиазмом рассказать об этом другим. Это проповедь. Смартавья значит пометование. Если вы не помните, кто такой Бог, каков Его образ, Его качество, Его игры, Его деяния, Его окружение, и все остальное связанное с Богом. Если вы слушаете об этом, например, если вы слушаете Бхагавадгиту, вы все поймете, все, что связано с Богом. Это наша единственная обязанность. Я видел в Дели, недалеко от улицы Джавармал, маленьких мусульманских мальчиков, они читают Коран. Это очень хорошо, с детства они должны учиться, узнавать о Боге. И это рекомендация Бхагаваты, Прохладмахараш, говорит, с самого начала жизни детей следует занимать этим. Поэтому мы открыли Гурукулу в Далласе. Маленькие дети, 4-5 лет, слушают о Кришне, о Боге. Они повторяют имя Кришны. Они встают рано утром, посещают Манглаарати. Люди приезжают в это место посмотреть. Даже инспектор по образованию приехал в наш храм. Он был изумлен. Насколько счастливы эти дети и какое образование они там получают. Это необходимо вводить в общество. Человеческая форма жизни дурлабхам. Дурлабхам значит очень редко обретаемая. Не так легко ее обрести. Мы должны пройти через целый круг эволюции в 8 миллионов 400 тысяч форм жизни обитателей вод и так далее. мы должны перерождаться в формах обитателей вод, деревьях, растениях, тосякомых, птицах, млекопитающих. В конце концов мы получаем человеческую форму жизни, цивилизованную форму жизни, в которой мы можем получить какое-то представление о религии. Если вы не пользуетесь этой возможностью, религия означает постичь Бога. Это религия. Безбожная религия, там где нет понятия о Боге, это не религия. Эта религия основана на обмане. Это только называется религией, но там нет понятия о Боге. Это не религия. Здесь же сказано «шотавья» «бхагаван харих». Если вы не знаете богавана, если вы не знаете кто такой харих, если вы не знаете кто такой Ишвара, то что вы услышите о Нем? В этом проблема. Те, кто стремятся постичь Бога, они превращают Бога в ниракару. Говорят, что нет акары, нет формы у Бога. Бог источник всех форм, но у бедного Бога нет формы. Представьте себе, таков их вывод. Он источник всех форм, Он Тот, из Кого все исходит. Джанмадья сяя тага, все. Мы тоже изошли из Бога. Мы сыновья Бога. Кришна говорит об этом в Бхагавадгите. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. У всех есть форма. Это сыновья Бога. Где мы видели такое, чтобы сын, у которого есть форма, имел отца, у которого нет формы? Где вы такое видели? Если у сына есть форма, а у отца нет формы, как у сына она может быть? В чем логика? Но они делают такой вывод. Я сын своего отца, у моего отца есть форма, и у меня есть форма, и у его отца была форма, и у отца, и у отца. Мы можем даже не знать, была ли форма у нашего предка в десятом колене. Но мы предполагаем, мы допускаем, что у него была форма. Точно так же, если мы говорим о верховном отце, как он может быть без формы? Представление о Боге, как о лишенном формы, не является осознанием Бога в последней инстанции. это лишь начало, это может быть началом, когда мы постигаем энергию Бога, бесформенную энергию, например, солнце. Солнечный свет бесформенен, но сам солнечный шар не лишен формы, или личность, божество, солнце, не лишено формы. Солнечный свет бесформенен. Итак, постижение этого бесформенного аспекта. Солнце это тоже свет, это тоже тепло, солнечный свет тоже свет и тоже тепло, но этот свет и тепло, энергия солнца не является в конечном счете солнцем, это только энергия солнца. Об этом говорится в Вишнапуране. огонь горит в одном конкретном месте, но он распространяет свое тепло и свет вокруг себя. Точно так же верховная личность Бога существует. Он личность. Об этом говорится в Брама Самхите. Это Бог. Хотя Он присутствует повсюду посредством своей энергии, это не означает, что Он теряет свою личность. Нет. Пурнасе Пурнам Адая, Пурнам Эва Ваши Щетэ. Он настолько совершенен. Например, Солнце. Миллионы и миллионы лет бесконечной температуры, свет и тепло исходят из Солнца, но тем не менее оно остается неизменным. Пурнасе Пурнам Адая, Пурнам Эва Ваши Щетэ. Аналогично Бог настолько совершен, настолько полон, что бесконечное число Солнца, энергий. Мы тоже Его энергия. Мы сыновья Бога. Мы тоже энергия Бога. Об этом говорится в Бхагавадгите. Пракритим парам, материальный мир, это апара прокритим. Пракритим природа или энергия является низшей энергией. Мертвой материи апариям бумерапоналоваюх земля, вода, огонь, воздух являются низшей энергией Господа. Есть другая высшая природа апариям живопоналоваюх живопоналоваюх земля, вода, воздух относятся к низшей энергии, но есть другая высшая какая дживабхута живые существа которые управляют итак город Дели важен. Почему он важен? Потому что дживабхута живые существа манипулируют материальными компонентами цементом, камнем, деревом, другими материалами они строят здания и поэтому этот город такой важный если бы все эти люди все эти живые существа покинули город Дели то он не стоил бы ни цента в Калькутте в 1942 году когда была бомбежка и вся Калькутта была эвакуирована дом который раньше сдавали за 200 рупий можно было снять за 25 потому что живые существа ушли оттуда точно так же важность этого материального мира будет иметь место только тогда когда мы живые существа будем находиться здесь и мы пришли сюда все живые все живые существа пришли в этот материальный мир чтобы испытывать материальное наслаждение поэтому этот материальный мир имеет какую-то ценность в противном случае если бы все живые существа вернулись домой к Богу эта материя лишилась бы всякой ценности так мы тоже прокрытием и тоже энергия Бога и поскольку мы пытаемся использовать ресурсы материи поэтому у материальных объектов есть какая-то ценность в противном случае у них нет никакой цены это просто ноль но наша задача об этом сказано здесь поскольку мы сейчас запутались в этой материи материя это не то что мы должны делать наша единственная обязанность вызволить себя из материи это наш единственный долг если вы хотите заняться этим то дается следующий совет шру тавья кирти тавьяшча если вы не будете слушать как вы сможете постичь свое положение когда вы постигнете Бога Кришну когда вы поймете что вы неотъемлемая часть Бога Кришны вы сможете понять свое положение мы неотъемлемая часть Бога Кришна верховная личность исполненная всех совершенств например безумный сын скитается бродит по улицам но когда он поймет когда разум вернется к нему мой отец такой богатый такой влиятельный почему я слоняюсь по этим улицам как сумасшедший без еды и без крова хожу от двери к двери обиваю пороги и тогда его озаряет в нем просыпается сознание и это называется Брамабхута я не материя я душа неотъемлемая часть Бога это сознание именно это сознание мы пытаемся пробудить себя это лучшая благотворительная деятельность для человечества пробуждать утраченное сознание человек по глупости своей думает я продукт материи я должен приспосабливаться в этом материальном мире это глупость истинный разум это Брамабхута Агамбрамасми я неотъемлемая часть Бога Бог Верховный Браман я неотъемлемая его часть например неотъемлемая часть золота золотой жилы может быть это маленькая сережка золотая но это тоже золото точно так же маленькая частичка капелька морской воды имеет те же самые качества она тоже соленая что и вода в океане точно так же мы будучи неотъемлемыми частицами Бога обладаем теми же качествами почему мы стремимся к любви потому что Кришна источник этой любви мы поклоняемся здесь Радха Кришне изначально любовь исходит из них поэтому мы будучи неотъемлемой частью Бога тоже пытаемся любить мужчина пытается любить женщину женщина пытается любить мужчину это естественно это не искусственно но это искаженное отражение покрытой материей в этом проблема когда мы мы освобождаемся от этого материального покрытия мы обретаем качественное единство анандамая бьясад как Кришна всегда танцует вы не увидите вы видели изображение Кришны он сражается со змеем калия и он танцует он не боится змея он танцует так же как он танцует с гопи в раса лиле точно так же он танцевал с змеей поскольку он ананда майя бьясад он ананда майя он всегда счастлив всегда например на Курукшетре во время битвы Кришна радуется Арджуна угрюмый потому что он живое существо но Кришна не угрюм он радуется такова природа Бога ананда майя бьясад это сутра из Брама сутры Бог есть ананда майя он всегда исполнен счастья всегда радостен вы тоже можете всегда радоваться когда вернетесь домой к Богу такова наша задача поэтому как же мы можем отправиться туда первое что мы должны сделать это слушать Шроттавья постарайтесь слушать о Боге о Его Царстве о Его деяниях о том как Он радуется обо всем этом нужно слушать Шраванам и когда ваша вера будет крепка о Бог так прекрасен вы будете гореть желанием поделиться этой новостью со всем миром это Киртанам это жизнь это жизнь в противном случае говорить о всякой чепухе читать газеты по утрам какая-то партия так-то поступила этот человек объявил войну этот человек победил того все это пустая трата времени если мы убиваем свое время мы не готовимся к следующей жизни на самом деле человеческая форма жизни предназначена для подготовки к следующему телу садатат бхава бхавитах если мы серьезно относимся к нашей жизни если мы действительно хотим избавиться от всех проблем жизни то это единственное лекарство какое? необходимо слушать это не очень трудно но люди стали такими невеждами такими глупцами не будут слушать они не будут слушать мы просим мы ничего не выдумали это все авторитетно это авторитетные книги Бхагавадгита Шримадбхагаватам ведические писания мы просто приглашаем людей что здесь сектанского если мы говорим вам будь вы индусом или мусульманином или христианином если мы говорим пожалуйста слушайте о Боге что в этом сектанского где здесь сектанство ваша жизнь предназначена если вы проповедуете ваша жизнь предназначена для слушания мы представляем Кришну Верховной Личностью Бога если вы не признаете Кришну Верховной Личностью Бога то кого вы признаете Верховной Личностью Бога? скажите сравните Сравните, кто — Верховная Личность Бога. Каков смысл этого слова — Верховная Личность Бога? Почему вы называете это сектанством? Кришна говорит, «Сарвайониша каунтая» — все формы жизни, не только человеческая форма жизни, но даже животные формы жизни, овощи, обитатели вод, все они. Это факт. Мы не форма, мы не тело. Но в зависимости от нашего образа мысли, по законам природы, мы получаем определенное тело. На самом деле я вечная душа. Например, с возрастом у меня развиваются идеи. В юности одни идеи, в детстве у меня другие идеи. По мере вашего развития, Кришна предоставляет вам полную свободу. Вы пришли в этот материальный мир наслаждаться. Вы строите какие-то планы с намерением наслаждаться. И Бог предоставляет вам определенное тело, и вы наслаждаетесь. Например, свинья наслаждается. Она наслаждается чем? Наслаждается экскрементами. Для нее это прекрасное наслаждение. Но это не наслаждение для вас. Для вас это отвратительно. Ужасное животное поедает экскременты, но оно наслаждается. Это неблагодарная работа Бога. Все хотят наслаждаться жизнью по-разному, и для этого необходимы разные тела. В человеческой форме жизни вы не можете питаться экскрементами. Ваш рот, ваши руки, ноги по-другому устроены. Для того, чтобы поедать экскременты, вы должны соответствующее тело получить, соответствующим ртом, вкусом, языком. Все по-другому. И тогда вы будете наслаждаться испражнениями. У тигра другое тело, потому что он хочет наслаждаться свежей плотью другого животного. Поэтому у него соответствующее тело, другое тело. Поэтому Нартамдастакур говорит, мы получаем разные тела, и мы едим всевозможную отвратительную пищу. Отвратительно. Потому что у нас соответствующее тело. Но на самом деле человеческое тело, тело в сознании Кришны, как говорит Кришна, Кришна говорит, дай мне патрам пушпам, овощи, цветы, злаки, молоко. Вы можете приготовить сотни, тысячи блюд из этих компонентов. И вы можете принимать остатки пищи, предложенной Кришне. И это человеческая жизнь. Человеческая жизнь не предназначена для кадарии, для отвратительных продуктов. Если вы продолжаете есть кадария, то в конечном счете вы получите тело свиньи, которое без разбору, есть даже экскременты. Таковы законы природы. Прокрити природа даст вам эту возможность. Хорошо, ты хотел этого? Ты создаешь ум, является творческой силой. Если вы создаете определенный образ мыслей, в следующей жизни вы получите соответствующее тело. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.